Цифровизация есть во всех наших национальных проектах. А что такое национальный проект? Это основные направления жизни, улучшения качества жизни конкретного человека. Это здравоохранение, это образование. И вот для того, чтобы мы понимали, что есть сегодня цифровая экономика для России, нужно, чтобы в ее фокусе стоял конкретный человек. Ведь человеку сегодня неважно, какие технологии используются, сколько миллиардов рублей потрачено, какое правовое поле сопровождается. Ему важно прийти в поликлинику, быстро зарегистрироваться. Ему важно через онлайн-режим получить консультации ведущих специалистов. Ему важно, если он переезжает из субъекта в субъект, чтобы он не тонны бумаг, не тонны выписок с собой таскал, а что это было сделано. Те же возможности культуры, посетить лучшие музеи в виртуальном режиме мира, России и так далее. Поэтому вот как только в фокусе цифровизации будет человек, это будет очень правильный подход, который позволит нам достичь реальных показателей, собственно говоря, ради чего принималась программа цифровой экономики. И второй очень важный момент, поскольку мы палата регионов, не могу об этом не сказать, это цифровизация с точки зрения субъекта. Знаете, представитель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвенко как-то очень верно подметила, когда мы обсуждали эту тему на одной из площадок, что нам нельзя получить бласкутное одеяло снова и не достигнуть главной цели. О чем идет речь? Что те индикаторы, технологии, подходы, которые сегодня есть на федеральном уровне и на региональном, они должны быть обязательно синхронизированы. К сожалению, и я лично имела возможность общаться со многими губернаторами и задавала три очень простых вопроса вот касательно цифровой экономики. Имеет ли у них сегодня четкое понимание, какой объем средств они получат на цифровизацию в субъекте? К сожалению, такого понимания пока четкого нет. Есть ли примерные ориентиры тех индикаторов, к которым они должны прийти? То есть у субъектов сегодня огромное желание, есть компетенции, у кого-то больше, у кого-то меньше, но получается, что каждый все-таки пока идет каким-то своим путем. И в итоге, как один из губернаторов выразился, мы получим зоопарк оборудования и зоопарк технологий разношерстных, несостыкованных между собой. Есть ведь индикаторы этой программы на федеральном уровне. Очень важно спроецировать их сегодня на уровень региональный и договориться, что называется, в начале пути. К чему мы идем? Какие у нас для этого есть средства финансовые, федеральные? Вот я называла цифру сегодня. 413 миллиардов рублей получат субъекты Российской Федерации на программу «Цифровая экономика». Это огромная цифра. 35 миллиардов уже в этом году эти деньги пойдут в субъект. И чтобы не получилось, что мы два раза финансируем одну и ту же задачу. То есть понимать, вот это федеральная зона ответственности, это региональная, это технологии. Здесь где-то они могут работать автономно, но ведь есть позиции, которые должны быть синхронизированы в масштабе всей страны. И вот это очень важно. Если мы вначале сейчас как стратегическую задачу вот это не поставим, можно бесконечно говорить о подготовке кадров, о трансфере технологий, о совершенствовании законодательства, но без понимания базовых принципов гармонизации подходов федеральных, региональных, понимания четких целей и задач. Ну и с точки зрения, что все-таки главная цель наша это повышение уровня жизни конкретного человека. Вот это очень важно, поскольку ни раз и ни два на площадках Совета Федерации об этом говорилось. Мы говорили об этом и с министром профильным, и с вице-премьером, и коллеги сенаторы поднимали эту тему. И сейчас вы знаете, что в Совете Федерации есть Совет по развитию цифровой экономики, Совет по развитию вопросов интеллектуальной собственности. Вот мое предложение о том, чтобы обсудить нацпроекты с точки зрения цифровизации, оно было поддержано руководителем нашего Совета. И я искренне верю, что это будет таким очень хорошим прикладным шагом с конкретными решениями для того, чтобы это случилось в жизни.